Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с сегодняшним великим праздником апостолов Петра и Павла, которые считаются Православной Церкви Первой Верховными, потому что они, более других апостолов, потрудились на Ниве Благовестия Христова. Слово, само слово «апостол» означает «посланный», то есть Господь посылал Своих учеников для проповеди Царства Божия, для проповеди покаяния. И это были некие вестники, которые приходили в те селения, в которые собирался прийти Господь, и они предваряли Его пришествие в каких-то случаях, да, в каких-то случаях приходили вместе со Христом и сопутствовали Ему. И все три года земной жизни Спасителя апостолы, самые близкие, вот 12 апостолов, они сопровождали Его везде. Но, как вы знаете, апостол Павел был в этом случае исключением, и судьба его, и жизнь была совсем другой. И если сравнивать двух этих апостолов, Петра и Павла, то мы поймем, что это были совершенно два разных человека. Два разных человека. Апостола Петра Господь призвал практически в самом начале своего служения. Первозванный апостол Андрей, это брат родной апостола Петра. При наречении имени родители дали ему имя Симон, а потом уже Господь нарек его Петром, что с греческого означает камень. Да, и то же самое Кифа по-еврейски. Он иногда Петра называет Кихой. Да, а отец его был Иона, поэтому иногда Господь обращался к Петру Симоне вар Иона, то есть Симон, сын Иона. По имени-отчеству так уважительно обращался. И вот мы сегодня читали Евангелие, где Господь, обращаясь к апостолам, говорит, «За кого меня почитают люди?» И апостолы отвечают, кто-то за пророка, кто-то за чудотворца, кто-то за одного из пророков, да, великих, восставших, да, из мертвых. «А вы за кого меня почитаете?» говорит Господь, обращаясь к ним. И апостол Петр от лица всех других учеников говорит, «Ты Христос, сын Бога, живаго». И Господь ему говорит, что «Вот ты, Петр, на всем камене, я утвержу церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Естественно, Господь нисколько имел в виду саму личность апостола Петра, сколько это исповедание его Сыном Божиим. И вот на этом исповедании зиждется Христова вера и зиждется, в общем-то, церковь. И что интересно, опять же, Духом Святым прорек это Петр, и он назвал Христа Сыном Бога Живаго, Сын Бога Живого. Как это понимать? Что это такое? Потому что зачастую Бог в нашем понимании – это, как вот знаете, физики, теоретики. Сначала открывают какие-то законы, открывают какие-то частицы, да, теоретически, а потом через много-много лет, может быть, практически каким-то опытом доказывается, что да, действительно такая вот частица есть. И вот некоторые философы также говорят о Боге. Они понимают, что должен быть в этом мире какой-то первозакон, какая-то первопричина, перводвигатель какой-то. Они понимают, что этот мир – не мир, взияющий какой-то пустоте подвешенный, да, а мир, который кто-то сотворил и которому кто-то дал законы, и о котором кто-то промышляет и заботится. Но этот кто-то для них – это как бы вот место такое темное, да, место пустое, место неживое совершенно. То есть личного опыта у этих людей общения с Богом нет. Личного ощущения того, что Бог действует и живет в их жизни нет. А вот Бог, как говорит Господь, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, Бог Авраама, Исаака и Иакова – это как раз Бог живой. Бог, дыхание которого мы чувствуем, Бог действия которого мы ощущаем, Бог, который живет в нашей жизни и который эту жизнь, собственно говоря, нам и дает. И вот тот Бог философов – это Бог, которого, можно сказать, люди додумали, которого люди придумали, в котором люди нуждаются, но не чувствуют. А вот Бог живой – это Бог, который, наоборот, является жизнью, любовью, причиной сам в себе и эту жизнь дает всем нам. Но это только вот одно слово, да, из этого исповедания. Я, Ты, Христос, Сын Бога Живаго. Мы не будем вспоминать сейчас всю биографию апостола Петра, я только лишь напомню о самом конце Евангелия от Иоанна, где повествуется о том, как воскресший Христос явился и Петру тоже, потому что очень несколько раз в Евангелии подчеркивается, что Христос явился апостолом и Петру, потому что после своего отречения апостол Петр перестал считать себя апостолом, перестал считать себя учеником Христовым, потому что трижды он отрекся от Господа, да, он сказал, не знаю я его. И он сказал это не потому, что он боялся, он сказал это не потому, что он смолодушничал, да, А он сказал это по своему какому-то, может быть, быстроумию, а может быть, наоборот, косноумию, да, он сказал это, не подумав, не подумав, он, может быть, хотел, сидя вот во дворе архиерея, он хотел этими словами, может быть, дольше остаться здесь, да, он хотел, чтобы на него не обращали внимания как можно дольше, а потом, может быть, хотел как-то помочь своему божественному учителю, но когда он вспомнил слова Христа, произнесенные на вечере, что ты трижды отречешься от меня, он, конечно, воспринял это свое отречение совершенно однозначно, и, как сказано в Евангелии, вышел и горько заплакал об этом отречении. И вот, когда Христос воскрес, то на море Тивериадском он явился и Петру, и говорит ему, Симон Ионин, то есть, опять же, уважительно обращаясь по имени-отчеству к нему, любишь ли ты меня? И он говорит, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Господь ему говорит, паси, овец мой. Потом второй раз обращается к нему, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Да, Господи, ты знаешь, как я люблю тебя, паси, овец мой. Потом в третий раз обращается Господь к Петру и говорит, Симон Ионин, любишь ли ты меня? И вот здесь вот сказано, что Симон о скорбе же Петра, да, то есть расстроился Симон. Почему-то вот именно в третий раз он как-то особенно больно пережил этот вопрос Христа и сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, как я люблю тебя. И вот почему это? Ну, обычный ответ это такой, что он трижды, значит, отрекся, а потом трижды Господь спросил. И вот на третий раз только Петр понял, почему он трижды спрашивает его об этом. Не Господь, простите, Петр понял. Но в греческом языке, как вы знаете, слово любовь обозначается разными словами, очень разными. И вот любовь, о которой говорится в Евангелии чаще всего, это агапа. Это любовь божественная, любовь к Богу, она же любовь тоже братская. И когда Господь говорит, любите друг друга, он имеет в виду как раз вот эту любовь, да, любовь братскую такую. То есть любовь как сострадание, как сочувствие, но и любовь к Богу, это тоже агапа. А есть еще филио, да, то есть любовь к чему-то, к какому-то делу, знаете, философия, филология и так далее, и так далее. Много слов с этой приставкой филио, да, филио. Но и в том числе дружеская любовь, дружеская любовь, тоже это филио. И вот как раз дело в том, что первые два раза Господь обращается к Петру, имея в виду вот это агапа. Любишь ли ты меня вот этой божественной любовью? И Петр говорит, да, люблю тебя как Бога, я как Бога, как Сына Божия тебя люблю. А вот в третий раз Господь говорит об этой филио, да, о любви дружеской. И вот когда Петр понял, что Господь усомнился вот в том, что он любит его как друга, вот здесь он как-то особенно, видите, расстроился. Потому что вот эта дружба со Христом, вот эти отношения какой-то, какой-то близости, не только божественной, но и человеческой, были для Петра особенно дороги. Ну, а то, что касается апостола Павла, то вы знаете, что он не был апостолом приземной жизни Христа, а был призван уже гораздо позже, и в воскресение, и в вознесение Христова. И уже тогда, когда Церковь Христова была основана, когда она уже набирала, так сказать, адептов, учеников, христиан, возникла конфронтация с иудеями, да, с фарисеями, с книжниками. Она и при жизни-то Христа была, да, а потом она обострилась еще больше, когда фарисеи увидели, что многие идут за этой новой, как они думали, сектой. И вот, значит, апостол, тогда еще не апостол, а юноша, Савл, по имени Савл, Саул, Шауль, он был фарисеем, он был, как сам о себе говорил, фарисей из фарисеев. То есть он с детства, с юности был научен в Торе, научен законе Моисеевым, и понимал, и знал четко, и верил, что вот эти законы, которые там изложены, все эти заповеди, все эти не 10, а 613 заповедей, да, ветхого закона, все их, так сказать, нужно выполнять, и в этом как раз спасение, в этом угождение, главное, Богу. И вот, когда он увидел, что какие-то люди, ну, скажем так, как им казалось, отвергают, это его понимание религии и веры, он очень возмутился, он был очень тоже человеком горячим, и он, так сказать, всю свою деятельность, всю свою горячность вот эту направил на то, чтобы бороться с этой новой сектой христиан. И даже получил от фарисеев письма для того, чтобы иметь возможность, иметь право арестовывать христиан и, значит, принуждать их к отречению от Христа. Ну, и опять же, не буду я пересказывать этот весь сюжет, вы знаете, как по пути в Дамаск ему явился Христос, он ослеп, он упал со своего, так сказать, коня, и не понял, что с ним произошло, и только услышал голос, «Савл, почему ты гонишь меня? Кто ты, Господи? Я Христос, которого ты гонишь. Легко ли тебе идти против рожна, да, братья против рожна?» И тогда все в нем переменилось, тогда вот этот опыт встречи со Христом, причем опыт, опять же, не интеллектуальный какой-то, да, опыт недодуманный, опыт не философский, а опыт вот этой яркой, даже не встречи, а какого-то переворота, какого-то просто, когда все кверх тормашками, да, в человеке. Вот это его перевернул, он понял, что тот, с кем он боролся, тот, кого считал лживым пророком, лжи-мессией, тот и есть истинный мессия, тот и есть истинный Сын Божий. И он пришел в Дамаск уже как раз апостолом, и проповедовал Христа, и все были очень удивлены. Фарисеи думали, что они встретят, так сказать, помощника для борьбы с христианами, а христиане думали, что они встретят своего врага, и долго ему пришлось доказывать, что он совсем уже не враг, а наоборот, один из них. И, опять же, имя, которое носил Савл, он поменял, он взял имя своего римского благодетеля, Сергия Павла, и начал называться Павлом, да, после своего обращения мы знаем его уже как Павла. А имя Павла, если вы знаете с латинского языка, переводится как малыш, маленький, Паулюс. То есть он себя считал малейшим из апостола, самым маленьким из апостола. Хоть и потрудился больше других, но всегда он помнил, что он гнал церковь Божию, что он когда-то был гонителем, что он когда-то даже присутствовал при побиении, при казни первомученика апостола Стефана. И вот это не давало ему гордиться, не давало ему считать там себя первым, каким-то главой, каким-то первоверховным, а он считал себя малейшим из апостолов. Ну, а про Петра мы тоже помним, что он был хоть и первоверховным, и хоть и сам Господь его таким назначил и поставил, но он тоже всегда помнил свое отречение, и, как говорит церковное предание, всегда глаза его были влажны от слез, особенно когда петух кричал утром, да, он вспоминал, что при пении петуха он отрекся от Господа, и вот он всегда до конца жизни вспоминал этот свой грех. И вот эти разные люди празднуются в один день, потому что по церковному преданию они были казнены в один день, по другим преданиям они были казнены вроде бы как через год, один после другого, но где-то приблизительно тоже в это время. И, как вы, наверное, тоже знаете, апостол Петр был распят с тремглав, да, то есть вниз головой, а апостол Павел был усекнут мечом, то есть ему была отрублена голова. И почему так? Почему так по-разному они были казнены, в общем-то, за одно и то же? Потому что апостол Павел был римским гражданином, да, и при любом преступлении его не могли бы распять, потому что распятие – это казнь рабская, казнь позорная, и только варвары, только рабы, только не граждане Рима могли подвергаться такой казни. Вот мы сегодня празднуем их память, заканчиваем пост, который в честь них был в Церкви благословлен, и молимся, конечно, этим великим святым о том, чтобы мы свое отречение, свое отречение от Бога, которых у нас тоже бывает очень много, и очень часто мы от Христа отрекаемся, и явно, и неявно, и грехами своими, и мыслями, и делами своими, да, чтобы мы тоже помнили, чтобы это нам не давало превозноситься, чтобы это не давало нам гордиться перед другими людьми, ну и главное, чтобы мы помнили ту движущую силу, которая этих людей толкала на проповедь. Ведь они проповедовали не для того, чтобы количественно собрать больше людей в свою общину, они проповедовали не для того, чтобы, уверившись в чем-то, доказать вот эту свою правоту другим людям, а они проповедовали для того, чтобы поделиться радостью, поделиться вот этой полнотой жизни, поделиться той любовью, которую они от Бога приняли, и вот эту радость они несли людям, они несли людям. И вот мы тоже должны молиться этим апостолам, когда хотим кому-то что-то о Боге сказать. И надо никогда не забывать, что мы, когда говорим что-то о Боге, мы говорим не о своей правоте, мы говорим не для того, чтобы заманить их сюда, туда, куда мы ходим, а для того, чтобы радостью своей о Боге поделиться с другими людьми. С праздником! Спаси Христос вас всех! Спаси Христос вас всех!